Здравствуйте! Это программа «Красный блокнот». В день студента Алексей Тексер проводит встречу с южно-райской молодежью в Челгу. Это второй вуз в области, который славится своими выпускниками не только по всей стране, но и за границей. Если в стенах Челябинского госуниверситета губернатор впервые, то встречи со студентами он проводит еще с самых первых дней своей работы. Губернатор поддерживает инициативу студентов, выступает со своими предложениями и его действительно волует будущее молодежи. Как заявлял Алексей Тексер, он и сам еще молод и полон сил. Я хотела спросить по поводу возможностей земского доктора. Какие новшества будут введены в работу над Челябинском, над улицами? Я хотела бы узнать про развитие, потенциал, какие возможности будут у молодежи города Челябинска, Челябинской области. Ну что, ребята, давайте приведем и рассказываем. Здравствуйте. С достижениями. Давайте начнем. Суть нашего проекта в том, что мы хотим в каждом городе области, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, улучшить шесть дворов. И мы с помощью студентов архитектурных и строительных учебных заведений, например, каких-то строительных отрядов, хотим разработать проекты и с помощью горожан и волонтеров улучшить дворы. То есть вы предложите дизайн двора, правильно я понимаю? Молодые архитекторы предложат какие-то свои решения в этой части, а дальше кто-то будет выбирать, жители на это посмотрят, это будет ваше решение, вы их предложите и дальше с точки зрения реализации в практическом плане, как планируется это организовать. Получается, мы разработаем проекты, жители проголосуют, в каких дворах, например, они хотят видеться. И дальше сами горожане и волонтеры будут это строить. Интересный проект. Инициатива снизу по приведению дворов. С жителями надо посоветоваться, потому что это правильно. В любом случае, там должен быть детский формат, потому что мы понимаем, что дворы в первую очередь там, где гуляют дети, поэтому какие-то детские площадки для активности. Обязательно должны быть лавочки, какие-нибудь, возможно, знаете, там мини-сцены и еще какие-то форматы, где жители могут собираться и что-то обсуждать. Ну, такие интересные вещи. Ну, я думаю, ваш архитектор и, судя по всему, люди увлеченные наверняка предложат такой формат, который заинтересует жителей. Добрый день. Добрый день. Наш проект называется «Фестиваль молодых семей и семейная счастья». Да, я понял уже. Да, проект уже закончился. Он проходил в ноябре-декабре. Впервые мы его презентовали на форуме «Утро» в этом году. К сожалению, на форуме он не получил поддержку грантовую, но мы с ребятами не отчаялись. И проект подали на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди вузов. И проект выиграл 700 тысяч рублей и успешно реализовался у нас в области. Поучаствовало 10 молодых семей. И в рамках фестиваля также проходили консультационные площадки. О мерах социальной поддержки. Суть вообще проекта была в том, чтобы развить институт молодой семьи у нас в регионе. Потому что такого движения у нас нет. Мы решили, что пора этим заняться. Планируем на следующий год, конечно, при вашей поддержке провести фестиваль еще раз. Мне кажется, замечательная инициатива. Это правильно. Институт молодой семьи – это то, что нам надо. Безусловно, поддерживаю этот фестиваль. Давайте сделаем его регулярно. Добрый день. Проект «Силушка-пожилушка». Он направлен на здоровый образ жизни среди студентов города Челябинска. Мы провели физические, спортивные, творческие, лекционные занятия по укреплению иммунитета, по поддержанию здорового образа жизни. То есть мы ребятам рассказали, как нужно вести здоровый образ жизни. Помогли им в реализации этого. И продолжаем также реализовывать. Мы проводили диагностики состояния здоровья. Как бы изменились довольно-таки серьезные показатели здоровья до и после прохождения проекта среди 80 студентов города Челябинска. Также у нас проходило... И как изменились? В лучшую сторону. Улучшили состояние нервных систем. Улучшилось состояние всех работ органов. Ребята нашли новое хобби. От 3 до 5, да. То есть на 20%. Довольно-таки серьезно. Не останавливаемся в рамках реализации этого проекта. Также продолжаем реализовывать и ищем новое еще. Это здорово. Я надеюсь, вы тоже эту работу продолжите. У вас не разовая акция. Да, это крайне важно. Здравствуйте. Девушки мне расскажут и покажут, как работает и что делается. Вашему вниманию представлен интерактивный анатомический стол Пирогова. С помощью него мы можем изучать 3D-модель человека. То есть мы его можем крутить. Здесь что интересно, можно посмотреть любую деталь со всех сторон. То есть покрутить, повертеть. И особо, что важно, здесь можно посмотреть патологии. То есть не просто кость здорового человека, а кость с патологиями. Ну то есть ее можно заложить в программу и посмотреть какой-то конкретный случай, кейс. Это важно. Помимо скелета человека, также мы можем рассматривать подробнее внутренние органы. Легкие курящего человека есть? Допустим, можем просмотреть рак легких, к чему приводит, в принципе, курение. И также пневмония. Да, интересно. Я помню в детстве, когда в 10-м классе или в 9-м нас возили, тогда еще он институт назывался медицинский, да, и, так сказать, показывали. Понятно, на каком примере, так сказать. Здесь, конечно, гораздо удобнее и нагляднее, и более эффективнее. Можно обучаться, это очевидно. И безопасно. Свою судьбу, как видите дальнейшую, собираетесь ли связывать ее с Челябинском, с Челябинской областью? Да, прямо по Челябинску рассматриваем свое местонахождение в ближайшее, да. Молодые люди молчат, что-то летит другие баллы. Мы просто еще поможем. Нет, да, и второй курс, а не выпускаемся. Безусловно, какие об этом думали? Ну, хорошо, ребят, да, мы постараемся сделать так, чтобы жизнь и в городе, и в регионе была интересной, и, самое главное, комфортной, ну, во всех смыслах этого слова. И экономику будем развивать, это рабочие места. Ваше дело сейчас хорошо учиться, так сказать, нам, да, нужны толковые молодые, да. Не забывайте любить, вот мы сейчас обсуждали про молодые семьи, да. Это тоже важно, создавать семьи и растить детей, жить и работать здесь. Желаю вам всех благ. В первую очередь я хотел бы вас поздравить с Татьяниным днем. Это известный праздник всех студентов. Времена такие, что учиться, это я вам по секрету скажу, придется не только в университете, но всю жизнь. Будьте специалистами, разбирайтесь, самое главное, научитесь создавать что-то свое. Это крайне важно. Важно и опыт принимать других, но новые идеи, новые предложения, новые проекты, это вот то, что нужно не только нашей области, но и нашей стране. Вопросы молодежной политики – это важные, ключевые вопросы, на которые мы обращаем внимание. И вот хочу вам сказать о том, что принято решение, и мы создадим молодежное управление в структуре администрации. Активная работа с молодежью – это сегодня то, что нам нужно. Я имею в виду не только студенчество, имею в виду и школьников старших классов, и трудовую молодежь. И надеюсь, что вот такая молодежная жизнь в нашем регионе, благодаря этому решению и активности, и взаимодействия с вами, серьезно улучшится. Ну что, ребят, у вас есть уникальная возможность прямо лично задать вопрос к губернатору Челябинского области. Можно я буду первая? Да. Здравствуйте, не сомневаюсь. Меня зовут Ангелина Крылова, я занимаюсь должным заместителем представителя правкова. Видите ли вы как-то развитие профсоюзных организаций в области, и какие планы по развитию по дальнейшему? Потому что мы очень большую работу проделываем в регионе, да, и очень такое хорошее место занимаем в России. И наши проекты, которые мы реализуем в профсоюзных организации, вот. И вот мой вопрос. Вы как будто знали, я на следующей неделе встречаюсь с руководством профсоюзов нашей Челябинской области. У нас область промышленная, поэтому профсоюзное движение всегда активно развивалось. И в первую очередь, это, конечно, вопросы защиты, защиты прав работников. Ну, в вашем случае вы защищаете студентов. Я прекрасно помню, в институте, когда я учился, у нас тоже было профсоюзное движение, тоже было достаточно активным. Мы договорились, кстати, с профсоюзами какое-то время назад, что они будут максимально способствовать. Это наша совместная задача. К 2024 году я хотел бы, чтобы средняя зарплата в нашем регионе увеличилась в полтора раза. Это значит, что она должна расти существенно выше инфляции, в пределах 7-8%. Значит, сегодня инфляция гораздо ниже. И вот профсоюзы эту идею поддержали. Такие решения не могут быть оторваны от экономики. Они должны сопровождаться с ростом производительности труда, созданием новых высокотехнологичных рабочих мест, где высокая зарплата, ну, как бы априорно должна быть, потому что должна быть высокая квалификация у людей, которые работают с новым современным оборудованием. Поэтому профсоюзное движение мы будем поддерживать. Это обязательное условие правильного баланса интересов между работодателями, профсоюзами, властью. Мы ежегодно подписываем трехсторонние соглашения, где фиксируем обязательства работодателей. И профсоюзная сторона является одной из частей этих соглашений. Поэтому спасибо вам, что вы защищаете права студентов. Это правильно. Алексей Леонидович, а вы были членом профсоюза? Я был членом профсоюза, да. Я поступил в институт в Норильске. Это был завод в ТУЗ. Я думаю, вы даже не знаете, что это такое. Была такая форма обучения, когда при крупном комбинате было высшее учебное заведение. И начиная со второго курса мы уже начинали проходить практику на предприятии. И вот как я пошел на предприятие на практику, сразу стал членом профсоюза. Интересная жизнь студентов. Можете рассказать свою и дать советы юным студентам? Время студенчества запоминается тем, что появляются новые друзья. И вы начинаете активно общаться. И это, наверное, самая большая эмоция на первом курсе. Расширение круга своих друзей, знакомых. И, конечно, студенческая жизнь – это, в первую очередь, учеба. Я, кстати, учился на отлично. И закончил институт с красным дипломом. У меня не было ни одной четверки за время обучения в зачетке. Только одни пятерки и зачеты. Я этому серьезно уделял внимание. Ну и как все студенты, мы, конечно, находили время для того, чтобы весело его проводить. И спортом занимались, и собирались. У нас были разные активности. Мы каждый год ездили достаточно далеко, за 2000 километров, на так называемую картошку, где мы жили в лагере и, соответственно, каждый день работали в полях. Поэтому это по-настоящему интересное время. Со многими ребятами, с кем я учился, я продолжаю общаться. Это дружба на всю жизнь. Вы в студенческие годы задумывались о том, что вы станете губернатором Челябинской области? И в каком возрасте вас начали интересовать вопросы политики? Да. Вы знаете, в студенческие годы я не задумывался, что буду губернатором или буду занимать политическую должность. Я старался находить интерес в том, что я делаю. И делать это хорошо. Таким образом у меня развивалась определенная карьера. Во многом это, конечно, желание работать с людьми. Каждый раз я ставил себе задачу, шел на ступеньку вверх. И вот таким образом случилось так, что появилась возможность приехать, вернуться в свой родной регион. Самое главное, совет, который у меня есть, делать то, чем вы занимаетесь, хорошо, с душой. Я уверен, что если так будет, то вас в том числе заметят, обратят внимание. Потому что это процесс не только твоего желания. Это процесс, когда общество смотрит на тебя и делает определенные выводы. Поэтому надо заниматься, сегодня учиться, потом работать, заниматься с семьей и делать это хорошо. Этого и вам желаю. Есть у Челябинской области какая-то особенность, которая предопределяет ее развитие дальнейшего? Да, это особенность. Если так можно выразиться, сейчас сидит здесь за этим столом. У нас замечательная молодежь. И вообще основа основ любого развития – это человек. У нас очень высокий уровень образования. Если мы говорим про школу, у нас уровень оценок ЕГЭ гораздо выше, чем в среднем по стране. По некоторым направлениям мы являемся одними из лучших. У нас есть другая проблема. Многие высокобальники уезжают из региона. И вот здесь наша с вами задача – вас, как вузов, всех наших вузов сделать обучение в университете интересным. Должна быть, соответственно, научная база, отличные преподаватели, отличные программы, в том числе на иностранных языках, я считаю, потому что есть востребованность в этом. Какие-то практические научные исследования, которые могут заинтересовать ребят. Я надеюсь, у нас получится сделать лаборатории наших крупнейших IT-интеграторов в регионе. И это сразу площадка для дальнейшего трудоустройства. А в будущем, если у нас удастся нам создать вот эти лаборатории, может быть и филиалы наших крупных IT-интеграторов. И это тоже очень интересное направление. По IT-направлению мы в целом одни из лучших. Ну и, естественно, то, что должна сделать власть вместе с бизнесом, с гражданским обществом, это сделать жизнь в нашем регионе лучше, потому что сейчас многие исходят даже не из качества рабочего места, а качества той среды, в которой находится человек. Это комфортная городская среда, если речь о сельской местности. Это комфортная жизнь на селе, с газом, с медициной, с образовательным компонентом, с хорошими дорогами и так далее. Вот здесь мы должны действовать вместе. Позволит нам сохранить нашу молодежь, нашу активную, перспективную молодежь здесь, на территории. И это залог нашего успеха. Все остальные проблемы решаемы. Национальные проекты нам в помощь. Это правда. У нас в 2020 году объем финансирования нацпроектов всех источников составит 24,6 миллиарда рублей. Это на 30% выше, чем в 2019 году. Впервые наука получила статус национального проекта. Помогаем вместе с Российским фондом фундаментальных исследований проводить современные научные разработки. Организуем национальный образовательный центр. Вы знаете, что наш регион славится грантовой поддержкой. Победители грантовых конкурсов привлекли очень много средств в прошлом году. И в связи с этим вопрос, собственно, будут ли еще введены какие-то новые грантовые конкурсы, или может быть поддержка старых грантовых, которые уже проводятся, студенческая инициатива, например. Или еще какие-то будут вводиться. Спасибо за вопрос. Мы его действительно обсуждали и принято решение увеличить финансирование грантовой поддержки и в целом поддержки некоммерческих организаций, которые в основном реализуют грантовую поддержку. Вообще, надо сказать, я тоже несколько раз об этом говорил, есть власть, есть бизнес, есть гражданское общество. И вот одним из элементов активного гражданского общества являются некоммерческие организации. И здесь двух мнений быть не может, что они оказывают большую помощь и поддержку всем нам, решая те или иные социальные задачи. И, кстати, когда мы говорим про создание молодежного управления, это, собственно, одна из задач. Все инициативы ребят, всех молодежных групп разных возрастов попытаться аккумулировать и придать этому какой-то дополнительный импульс, максимально помочь увидеть, услышать многим молодым. Надо, чтобы просто их инициативу увидели, услышали, они не могут достучаться. И вот это одна из задач, это сделать. И, конечно, для этого мы выделим дополнительные средства и в части грантовой поддержки, и поддержки некоммерческих организаций. Вообще, студенты – это самая, наверное, социально активная часть населения. Традиционно они молодые, у них энергии много. У нас впереди, значит, мероприятие ШОС и ДЭКС. И я вот выражаю готовность и от лица студентов, что мы максимально готовы участвовать во всех абсолютных мероприятиях, помогать области в реализации, это очень важная задача. Здесь и волонтерство, здесь и переводчики, и все, чем может помочь области от области. Крайне важная история. Мы определили для себя, что нам понадобится минимум полторы тысячи волонтеров. Будет 20 мероприятий, достаточно крупных. Ну, к примеру, там, спортивные игры, БРИКС, на них заявлено уже 500 человек. А мы с вами понимаем, что приедут еще члены делегации, болельщики там и так далее. То есть, здесь есть где развернуться. Естественно, языковой формат – это ваше направление. Переводчикам понадобится просто оказать помощь, содействие. У нас будет, к примеру, форум глав регионов, стран ШОС. У нас тоже приедут делегации из полутора десятков стран, только уже заявленных участников 300 человек. Это будут губернаторы разных регионов, вот тех стран, которые входят в ШОС. Они привезут тоже свои делегации. И у нас есть и Китайская народная республика, Пакистан, Индия. Ну, то есть, там, где точно понадобится помощь. Волонтерское движение позволит вот в городе, он для них неизвестный город, помочь. И здесь помощь нужна. Плюс рассчитываем на большую культурную программу. Может быть, у вас есть интересные коллективы, которые могли бы свои творческие какие-то наработать. Можно использовать это, да, потому что каждое наше событие мы хотели бы, чтобы было представлено в том числе и какими-то культурными событиями, чтобы проявить нашу и показать нашу самобытность, нашу культуру. Это тоже крайне важно. Поэтому, конечно, подключайтесь. Какие у нас есть меры поддержки волонтерского движения и как оно, в общем, развивается в регионе? Развивается оно активно. Вот я недавно встречался с волонтерами. У нас, значит, есть там серебряные волонтеры. То есть, кажется, что волонтер – это обычно молодой человек, который помогает в тех или иных вопросах. Ничего подобного. Но у нас есть люди старшего возраста, которые уже сформировали свою такую общность, знаете, собираются, ездят на разные федеральные мероприятия. Естественно, будут и на наших мероприятиях. Естественно, молодые волонтеры, вот мы сейчас обсуждали, да, на базе наших университетов, высших учебных заведений формируются. Я тоже знаю, что в этом движении есть организационное начало, и, собственно, люди объединяются, организуются и так далее. Я уверен, что мы окажем необходимую поддержку в этой части. У нас, знаете, большое меню, в основном это какие-то грантовые форматы. Да, ну вот я вот сказал про институт молодежной политики, новый, который мы создаем. И я надеюсь, что волонтерское движение наряду с другими активными группами молодежи будет одной составной частью. И, конечно, мы окажем необходимую помощь, как я сказал, в обязательном порядке. Я студентка первого курса факультета фундаментальной медицины. Как известно, наш факультет существует совсем недавно, два года. И будет ли осуществляться поддержка нашего факультета, и в чем она будет именно появляться? Да, ну, у вас очень интересный факультет, и вообще, когда мы говорим про фундаментальную медицину, связь медицины с физикой, там, с бионикой, с другими направлениями, это то, что сегодня крайне востребовано, потому что, когда мы говорим о сегодняшней, ну, к примеру, ядерной медицине, все, что касается самих исследований, самой аппаратуры, как бы логики, это крайне высокотехнологичное и точно связанное, так сказать, с физикой, да, и с фундаментальными исследованиями часть. Но, без словно, надо быть и медиком, чтобы грамотно это организовать. Поэтому это направление, на мой взгляд, сегодня является крайне перспективным, и хорошо, что Челгу это направление развивает. С точки зрения поддержки, давайте обсудим, какая поддержка необходима, и если какая-то моя личная поддержка нужна, или министерство, правительство, мы ее, безусловно, окажем, да, вот тут, скорее, вам нужно сформировать, какая нужна помощь. У нас есть действующая медицина, и, безусловно, так сказать, все наши учреждения медицины, здравоохранения должны работать в тесном контакте с вами. Вы можете там проходить практику, вы можете в рамках этой практики, работы или учебе в ВУЗе, заниматься какими-то конкретными практическими исследованиями, которые вас интересуют, какими-то практическими работами. Вот это, наверное, самое важное. Давайте такой симбиоз и взаимодействие обеспечим. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы у нас развивались эти исследования. Я вот приведу пример. Мы заговорили про ядерную медицину. У Челгу большие компетенции в этой части, и одна из задач, вы знаете, мы регион, где активно представлен Росатом, мы являемся здесь, на территории Челябинской области, производителями изотопов. Эти изотопы экспортируются во всем мире для ядерной медицины. Есть тяжелые изотопы, которые используются в исследованиях, в оборудовании лучевом, а есть медицинские препараты, фармпрепараты. И сегодня, производя соответствующие изотопы, мы их отправляем за границу, для того, чтобы там производили фармпрепараты. Я считаю, это неправильно. Мы обсуждали эти вопросы. Давайте объединим наши усилия. Давайте мы не просто будем производить сырье для фармпрепаратов, а в Чехии, в Америке или еще где-то из наших изотопов будут производить фармпрепараты. Давайте сделаем это здесь. И я уверен, что и те наработки, которые есть сегодня, и ваши дальнейшие исследования помогут этому. И мы будем активно поддерживать через наши программы такое родо взаимодействие. Вот как пример. Я вам сразу пример предложил, в каком направлении можно сотрудничать и взаимодействовать. Предложите вы какой-нибудь формат. Это тоже будет интересно. Мы его обязательно рассмотрим. И вся наша лечебная база, она будет настроена на то, чтобы с вами активно взаимодействовать. Я это обещаю. Давайте сделаем прорывные какие-то моменты, свяжем их с нашим регионом. Доведем это до производства, до конкретных практик лечебных здесь. Будем пионерами каких-то конкретных вещей. Тем более, если говорить о ядерной медицине. У нас действительно есть на территории предприятия Росатома, которые этим занимаются. Нам нужно просто объединить усилия для того, чтобы двинуться активно вперед и стать мировыми лидерами в этом. У нас, тем более, в регионе такая потребность существует. И вопросы онкологии, они крайне острые у нас в регионе. И им, безусловно, нужно заниматься. Самое интересное, я отметил, что это очень приятный человек, очень приятное общение. Ну, много из личного узнал про него. Понравилось больше всего, что будет оказываться еще больше поддержка профсоюзным организациям у нас в регионе. А следующее, что очень понравилось, что будет создано управление по делам молодежи при правительстве. Это тоже очень такая большая для нас новость, потому что мы очень долго этого ждали. Ждали, что будет какая-то структура, которая будет заниматься организацией молодежной политики в регионе. Я услышал все, что хотел. И очень было интересно поговорить на разные темы. Медицины, его начало пути, студенчество. Очень обширные были ответы и интересные. Интересные. Отметил, Алексей Леонидович, поддержку в разных сферах. То, как студенчество, то, что там медицина и разная поддержка студентов. Лейтмотив встречи со студентами – поддержка молодежи. Алексей Текстер неоднократно подчеркивает, что за ней будущее регионы, и для нее нужно обеспечить необходимые условия для развития. Это была программа «Красный блокнот». Звоните нам на горячую линию, пишите в вайбере и ватсапе. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин